В Екатеринбурге прошел третий открытый рождественский турнир под зюдо среди девушек. Спортсменки из Кургана завоевали три золотых и одну серебряную медали. Воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва номер один Елизавета Васильева весовой категории 40 кг и Ирина Шабурова весовой категории 44 кг заняли первое место. Ирина Поморцева весовой категории 48 кг и Камила Хакимова весовой категории 44 кг из спортивного клуба «Тайфун» заняли первое и второе место соответственно. На 112-м километре автодороги Курган-Тюмень женщина на автомобиле марки «Тойота» выехала на встречную полосу и допустила столкновение с трактором дорожной службы. В машине находилось двое детей. В результате дорожно-транспортного происшествия травму получил 6-летний пассажир «Тойоты». Второй ребенок не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. В Далматово после капитального ремонта открылся краеведческий музей имени Александра Никифоровича Зырянова. Средства на обновление музея привлечены в рамках национального проекта «Культура». Это более 22 миллионов рублей. В музее появились и новые отделы, такие как купеческая лавка, гончарная мастерская и зал с главной экспозицией – крестьянской избой, отображающий быт наших предков почти 300-летней давности. В России в прошлом году продажи новых автомобилей до трех лет выросли на 60% по сравнению с 2022 годом и превысили 1 миллион 300 тысяч штук. Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства. Самой продаваемой моделью стала «Лада Гранта». Было продано более 191 тысячи автомобилей. На втором месте автомобиль «Хавейл Джолион». Было продано 49 тысяч машин. На третьем месте «Лада Нива» – почти 47 тысяч автомобилей. В России планируют возобновить производство автомобиля «Волга». Новый возрожденный бренд представят в середине 2024 года. Автомобиль получит современный дизайн, но сохранит логотип с оленем. А решетка радиатора – сходство с предыдущими моделями. Египет стал самым популярным направлением зарубежного отдыха у россиян на Рождество – 22%. На втором месте – Объединенные Арабские Эмираты – 18%. На третьем месте – Турция – 15%. Россия по популярности заняла равную долю с Египтом. При этом средние чеки туров по этим направлениям отличаются более чем вдвое. Средняя цена за туры в Египет составила 199 тысяч рублей, а вот на отечественные курорты – 83 тысяч рублей. В Объединенных Арабских Эмиратах можно было отдохнуть за 285 тысяч рублей, в Турции – за 175 тысяч рублей, а в Таиланде – 319 тысяч рублей. В Шадринске полицейские задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя. В ходе личного досмотра у него изъяты три свертка с синтетическими наркотиками массой 2 грамма. Гражданин хранил запрещенные вещества для личного употребления. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Шадринская центральная районная больница получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 миллионов рублей. Новые видеоэндоскопы обеспечивают высокий уровень четкости, открывающий новые перспективы массовой диагностики. Новое оборудование поможет врачам проводить эндоскопические исследования широкого спектра, например, диагностику отделов пищеварительного тракта, а также выявлять онкологические новообразования желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях. В городе Шадринске произошло возгорание жилого двухквартирного дома. В тушении пожара общей площадью 96 квадратных метров был задействован 21 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожилую женщину сотрудники МЧС спасли с помощью маски спасаемого. Огнем уничтожена кровля дома. В доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог бы предупредить о беде. Жильцы остались без крыши над головой по причине короткого замыкания электропроводки. На территории Катайского округа произошло ДТП со смертельным исходом. На 49-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган автомобиль марки «Опель» допустил столкновение с автомобилем «УАЗ-Профи». От полученных травм водитель автомобиля «Опель» скончался на месте аварии. Пассажир «УАЗ», женщина 1982 года рождения, с травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.